Батшалом дорогая община Так что давайте мы встанем перед чтением Торы для молитвы. Баруха та Адонай, Элагейну Мелеха Олам, Ашер Бахарбану Миколи Гаамим, Венатен Лану Эт Тора То. Баруха та Адонай, Натена Тора. Благословен ты Господь и Бог наш Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и давший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Присаживайтесь, пожалуйста. И на этой неделе мы с вами заканчиваем изучение первой книги Пятикнижия Моисеева, которая вмещает в себя 12 разделов или 12 недельных глав, книгу, которая называется «Берешит» или «Бытие». Наша недельная глава называется «Бытие». Это книга «Бытие», как я сказал, с 47 главы 28 стиха по конец книги «Бытие». Это 50 глава, 26 стих. И описывает данный раздел Торы нам последние дни жизни Якова. Якова, человека, нам хорошо известного, человека, который от самого Господа получил новое имя. И не просто имя, а имя, которым впоследствии стал называться Божий народ, стал называться наш с вами народ, народ Израиля. И давайте прочитаем первые стихи данного раздела. «И жил Яков в земле египетской 17 лет, и было дней Якова, годов жизни его 147 лет, и пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Йофисефа и сказал ему». И мы видим, что, в принципе, последние 17 лет жизни Йосифа, они прошли в таком определенном покое, да, и жил Яков. Если мы посмотрим, то в оригинале вот значение слова «жил», оно не привязано к местности, как «жил Яков в Египте». Оно говорит о том, что Яков просто жил, ну, жил в покое, мире, и, знаете, есть такое мнение, комментаторы говорят о том, что, ну, эти годы жизни Якова, они как бы не сильно сопоставлялись, или не сильно были связаны с нацией, ну, как Израиля. Потому что, когда Яков жил во времена вот этих тяжелых своих испытаний, то он делал определенные шаги, которые потом несли определенные действия в дальнейшую судьбу израильского народа. Но я не совсем согласен с этим мнением. Мне кажется все-таки, что это была награда для Якова. Это была награда за ту непростую жизнь, которую он прожил. И если мы посмотрим, вспомним жизнь Якова, она действительно была непростая. И вот этот вот период времени, эти 17 лет, Бог дал ему прожить в мире, в покое со своей семьей. Давайте вспомним, какова же была жизнь этого мужа Божьего. Если вы помните, он родился и рос в семье вместе со своим братом, но по определенным причинам он не был любимым сыном у своего отца. И для мальчика, я думаю, это было непросто. Ну, в любом случае, мальчик, он в принципе, может быть, в детском возрасте он тянется к маме, но более, когда он начинает взрослеть, мальчику нужен отец. Но Яков, он был по каким-то причинам, ну, мы знаем, мы же разбирали этот момент. Яков, он все-таки отдавал предпочтение, ой, Ицхак отдавал предпочтение Исаву. И смотрите, что происходит далее. Вы помните события, по которым Якову пришлось убежать? Он убежал от расправы своего брата и идет к своему дяде жениться. Вопрос, женить бы у него тоже был непростой. Ему пришлось жениться вначале не на той, на ком он хотел. И весь этот процесс женить бы затянулся на очень длительный срок, на 21 год. Ему пришлось прожить у своего дяди, который, как оказалось, был не очень сильно хороший дядя. И не очень сильно был благорасположен к Якову. И вы помните также, что когда он уходил от Лавана, тоже это было с проблемами. Потом, что происходит? Встреча с братом, примирение с братом тоже непростое. Вы помните, разбирали эти моменты уже. Тут, казалось бы, вроде жизнь как бы наладилась. С братом примирился, уже вернулся в место своего пребывания, куда Господь ему сказал прибыть. Но тут, получается, происходит страшная ситуация с его дочерью Диной, которая была изнасилована, как мы знаем. После этого мы видим, что его сыновья устраивают резню в Сихеме. Ну, непростые ситуации. Сердце Якова, он не был согласен с их поступками, с поступками своих сыновей. После этого мы видим, что в скором времени умирает его любимая жена, умирает Рахиль. Рахиль, причем умирает не в старости, она умирает в возрасте, в котором могла жить, умирает в переродах Вениамина. И у него остается, в принципе, малолетний Иосиф на руках и новорожденный Вениамин. Конечно, да, у него было еще там несколько жен, но по-любому. Он потерял любимую женщину. И, как говорят, маленькие дети – маленькие проблемы, а большие дети – большие проблемы. Через определенный период времени Рувим делает непотребство и входит на ложе своего отца. Посмотрите, ну, очень непростая жизнь, очень непростая ситуация в жизни Якова. Далее происходит история с Иосифом, любимый сын, которого он особенно выделяет, сын от любимой женщины. И тут с ним происходит горе. Ему говорят, что он растерзан, и 22 года Яков живет в состоянии горевания о своем сыне. После этого голод он посылает братьев в Египет, и тут ему говорят о том, что надо еще последнего сына Вениамина отдать в Израиль, в Египет по каким-то причинам. Он должен пойти в Египет для того, чтобы им не умереть от голода. И, ну, непростая судьба, правда? Вот посмотреть на жизнь этого человека, она очень непростая. Но, если смотреть человеческими глазами, я думаю, что вряд ли кто-либо из нас пожелал бы себе подобную судьбу. Но, вы знаете, я хочу сказать, что в этих испытаниях формировался характер Якова. Якова, который впоследствии был назван Израилем. И в Брит-Хадыша Новый Завет пишет в послании, опять-таки, послании Якова, в первой главе, в 12 стихе, пишет нам следующие вещи. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. И Яков, он получил этот венец. Бог называет его новым именем, Бог дает ему новое имя Израиль. И Бог дает ему в конце жизни вот этот вот мир, покой, пребывание вместе со своей землей. Да, пусть это не в земле, которую Бог обещал, но это происходит в мире, в покое. Хотя я хочу сказать, что Яков, он понимал, что Божье обещание, оно исполнится, и об этом мы будем говорить дальше. Но почему же вот в дальнейшем, во всей, вот после всех событий, которые я рассказал о жизни Якова, почему после всех событий, все-таки Яков, он предстает нам то Яковом, как то Израилем. Не происходит дальше. Мы читаем, что нет четкого того, что Бог говорит Бог Израиля. Он его называет то Яковом, то Израилем. И вы знаете, я хочу сказать, что в нашей главе это вот разделение, вот очень сильно видно, очень часто в нашей недельной главе Бог называет то Яков, то Израиль, то Яков, то Израиль. И я раньше не понимал этот вопрос, ну, не понимал, потому что мне не приходилось комментировать этот недельный раздел. Это я первый раз комментирую эту главу, ну, и было у меня время немножко почитать. И я думаю, что я понял, и то, что я понял, я попытаюсь донести до вас, поделиться своим мнением с вами. И если мы будем читать внимательно данный недельный раздел, то мы увидим, что имя Яков, оно связано с Яковом, как с индивидуум, но имя Израиль употребляется в те моменты, тогда, когда решается судьба нации. И Яков, вот, как индивидуум, как личность, он определяет дальнейшую судьбу нации Израиля, как народа. Посмотрите, вот, даже начнем сначала, мы видим, что жил Яков в земле египетской 17 лет, и было дни Якова, и пришло время Израилю умереть. Жил Яков тут, пришло время умереть Израилю. Почему Израилю? Почему такая грань? И вы знаете, мы видим, что после этих слов Израиль, он призывает, что он делает? Он призывает Иосифа. Для чего он его призывает? Для того, чтобы сказать ему, заклясть его в том, чтобы он был похоронен именно не в Египте, а в земле обетованной. В земле, в которой Бог обещал его отцу Ицхаку, в земле, в которой Бог обещал его деду Аврааму. И он говорит ему именно об этом, потому что Яков, он неразрывно связывает свою судьбу, он связывает с исполнением Божьей воли, с исполнением того, что Бог определил ему сделать. И вы знаете, Яков в этом всем вопросе, он является соработником у Бога. У него есть определенные цели, почему он говорит, чтобы он был похоронен именно в месте погребения его предков. Ну, во-первых, он не может себе представить, что он будет погребен в Египте, потому что у него есть план, и его судьба, как я сказал, неразрывно связана с израильским народом. Второй момент, это он делает так, чтобы будущие поколения, они не были никак связаны с Египтом. Чтобы судьба этих поколений не была связана с Египтом, потому что если бы он, как родоначальный, как отец с 12 колен, был погребен в Египте, то где-то они бы тоже были своей частью прилеплены к этой земле, но он говорит, чтобы он был похоронен именно там. И в-третьих, он понимает, что есть вариант все-таки стать ему местом, его могиле, местом поклонения египтян. Он тоже этого не хочет, потому что, понимая положение Иосифа, понимая то, что Иосиф второй человек в Египте, и мы видим, если посмотрим в дальнейшем в нашей главе, как был похоронен процессию, как был похоронен Яков вне Египта, можно представить, какие были бы похороны в самом Египте, и, наверное, могила Якова была бы вместе с могилой Иосифа в дальнейшем, и это могло стать местом поклонения. Яков не мог это сделать, потому что все его естество, оно было связано с исполнением Вожьей воли, связано с будущей землей, которую Бог должен был дать Израилю. И, кстати, вот это место, вы помните, мы говорили об этом в предыдущих комментариях, что это место как раз, это пещера Мехпела, вот это поле, которое было у хитиян куплено, оно было как раз первым клочком обитованной земли, которое перешло во владение еврейскому народу. Далее мы можем видеть, что когда к нему приходит Иосиф с сыновьями, Яков что делает? Яков первым делом, как Яков, он усынавливает, в принципе, можно сказать так, усынавливает Ефрема и Монасию, он говорит, что теперь они мои будут, ну, в принципе, это усыновление, а все дети, которые будут после них, будут твои. И он делает это как Яков, но когда он определяет судьбу этих детей, то он благословляет вначале Ефрема, а потом благословляет Монасию, хотя должен был сделать наоборот. И мы знаем в дальнейшем, что из дальнейшей судьбы израильского народа, вы помните, что потом израильский народ, он был разделен на два царства, северное и южное, и Ефрем, он как раз, колено Ефрема, вот оно как раз играло ключевую роль в израильском царстве, и это израильское царство, оно даже называлось зачастую именно Ефремом. Так, далее. Когда Яков собирает сыновей для благословения, для того, чтобы благословить, тоже написано, и призвал Яков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Садитесь и послушайте сыны Якова, послушайте Израиля, отца вашего». Опять разделение. Яков как человек собирает, но в возвещении он говорит, послушайте Израиля. И видно, что после этого он говорит слова, которые в дальнейшем определяли судьбу каждого из колена, как части народа Израилева. И жизнь Якова, жизнь Израиля, она была действительно жизнью веры, жизнью подвига, жизнью, которая была связана с исполнением Божьей воли, формированием будущего народа, народа, который получил его имя. И именно поэтому, потому что Яков, он неразрывно связывал свою судьбу с вопросами, с исполнением Божьей воли, Бог, он и назвал себя потом Богом Якова. Помните, Бог Авраама, Ицхака и Якова. И хочу еще коснуться определенного вопроса, вопроса благословения. Мы видим, что большая часть нашей недельной главы, она как раз и повествует о благословении. Благословение сыновей Иосифа, благословение сыновей Якова. И хочу этот вопрос немножко осветить. И мы видим и знаем, что Яков очень хорошо в своей жизни понимал важность благословения. Опять-таки помним, что историю, когда он хоть и не совсем честным путем получил благословение от отца, он стремился к этому благословению. В дальнейшем мы видим, что он, борясь с Богом, он с ангелом, он не отпустил, говорит, не отпущу, пока не благословишь меня. И Яков очень хорошо понимал важность благословения. И я думаю, что будучи нормальным отцом, будучи отцом, понимающим, что его дети будут определять дальнейшую судьбу нации, он воспитывал их в этом духе, давая понимание того, насколько важно благословение. Но мы видим, что из 12 детей был один прилежный ученик, который, наверное, очень хорошо это понимал. И это был Иосиф, который, когда узнал, что отец его стар, что он делал, он мало того, что сам пошел к отцу, так он еще взял с собой своих детей, думает, надо идти вперед, чтобы получить это благословение. И вы знаете, мы видим в нашей главе, в этом отрывке, именно в моменте благословения самих детей Иосифа интересные вещи, что Иосиф, когда он шел к отцу, он понимал, что как должно быть происходить благословение. Но почему-то, по каким-то определенным причинам, Яков сделал совсем по-другому. Он не благословил первенца, которым был Манасия, но благословил первым Ефрема. И интересный момент вообще, что если так посмотреть и разобраться в этой семье, вообще почему-то зачастую вот так вот и происходило. Мы помним, что история Измаила и Ицхака. Измаил был первенцем, но получил благословение Ицхак. Мы помним историю самого Исава и Якова. Даже в этой ситуации, в принципе, в сыновьях Якова должен был, в принципе, получить благословение Рувим. Из-за того, что он сделал неправильные вещи, опять-таки, благословение, двойное благословение было получено Иосифом. Потому что благословение это было в его сыновьях. И если в истории с Рувимом, то тут понятно, в принципе, все, да? Ну, он сделал неподобство, он осквернил ложи овца, то в ситуации с Ефремом и Манасией мы можем видеть, что Бог через Израиля, он по своему избранию, он благословляет Ефрема. Это было избрание Божие в их жизни. И вы знаете, я хочу сказать, что, заканчивая комментарий, вот интересно, то реакция, реакция братьев, да? Которые отреагировали в этот раз, скажем, нормально на то, что благословение перешло к Иосифу, да? Мы не видим, не написано в Библии, что они там разозлились, обиделись. Они совершенно нормально приняли эти слова, но это действие отца не так, как в прошлый раз это было, что когда отец выделил Иосифа, они тут же на него начали негодовать и пришли в своем негодовании к большому греху. Ну, можно сказать, что у них была ситуация сейчас немножко как бы непростая. Они же жили в Египте, они зависели, в принципе, от Иосифа полностью. И если бы они что-либо такое сделали, могли иметь большие проблемы. Да, но они могли не сделать, они могли иметь это в своем сердце. Но Писание, оно не показывает этого момента. Если в предыдущий раз было написано о том, что они разозлились на Иосифа, когда отец выделил, в этот раз они этого не сделали. Я думаю, что братья, они пришли к пониманию того, что действительно Иосиф, он избран Богом. Он избран для того, чтобы сыграть ключевую роль в спасении их семьи, чтобы эта семья не погибла во время голода. И, знаете, я хочу сказать, что Бог даровал Иосифу именно поэтому свое двойное благословение, и это было избрание Божие. Для нас с вами очень важно понимать момент избрания. Если мы понимаем момент избрания, то нам будет проще в нашей повседневной жизни. Тогда мы не будем задавать себе вопрос, к примеру, в служении, почему он в служении, а не я. Я ведь вроде знаю больше, вроде я как-то умный такой. Но это есть момент Божьего избрания. Бог избирает. Это важно для нас не только в служении, это важно для нас в повседневной жизни не задавать вопросы, почему один живет так, а я живу хуже. Есть фактор Божьего благоволения. Когда человек понимает моменты Божьего благоволения, ему легче живется в жизни. Это важно понимать не только в этих аспектах, но важно понимать еще и в моменте того, что не только в ракурсе личности, но в ракурсе народов. Потому что Бог избрал израильский народ. Именно израильский народ был избран Богом. Может быть, это не самый такой по своим делам хороший народ, но он был избран. И он был избран Богом. И важно понимать, каждому из нас, важно понимать всем народом избранность Израиля. И очень важно понимать в церкви, что есть Божий план на израильский народ. Это избранный народ, избранный Богом. И поэтому пусть Господь даст понимание, глубокое понимание всем нам. Я думаю, оно есть у нас, потому что мы в еврейско-мессианской общине, и даст понимание всем народам, избранное с Израиля. Баруха Шем. Субтитры создавал DimaTorzok